Дима единственный, кого я знаю, у кого было три сабвуфера. Короче, как пивко, ребят, когда приходишь в магазин, типа, два литра плюс один. Там титанат, то есть у всех киосит, там титанаты, как бы, ты, типа, что там показать, да, блин? Тут четыре клаксона от Волги стоит. Так, то есть это ты, что ты хотел, так, чтобы, если кто-то, это, на дороге бурагозит, ты ему это посигнаешь. Ну да, штатный вообще у меня не работал. Слушайте, в салоне было нереально, очень громко, на улицу, ну, громче даймондов. И в итоге у меня получилось только так называемое трех полот. Слушай, это круто. Реально, как эстрадный саб. Дима говорит, от сорока порезанный, как мой саб играет. Нет наводок. Это проц. Это проц. После проц, да. Слушай, я сейчас слушаю, я понимаю, что тебе играет охеренно, как у меня. Ушам вообще классно, просто. Я для этого и собирал. Паш, потом послушай, не поленись. Я держу уральскую пятерочку, да по рукам. Суета по городам, движа ждет толпа. Поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Увлекся автожвуком, но не знаю, с чего начать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА усилители, шестнари, двадцать ри, рупорайт, короба, титанат, межблоки, рца, магнитолы. Посмотрел кучу видосиков, но ничего не понятно. Все очень просто. На сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука. Заходите на сайт автокаста.ру, вылезет окошко подбора, заполняете данные, нажимаете кнопочку «Отправить». Мы вам позвоним, напишем в WhatsApp и сделаем самый классный подбор автозвука в ваш бюджет. Также здесь в видосике есть ссылочка на подбор в описании. И самое главное, что среди всех, кто ставит заявку на подбор, с кем мы пообщаемся, мы будем каждый месяц разыгрывать классные подарки от магазина автокаста. Подбор автозвука на сайте автокаста.ру. Пойдем. Ребята, ну все, пойдем, погнали. Димка, привет, выходи. Привет. Сейчас мы... Привет, привет. Дима у нас занимается автозвуком. Здорово. Что здорово, уже виделись, да? То есть, смотрите, мы, я, Дима, все наши ребята, кто здесь, мы все продаем автозвук, вам консультируем, собираем. И сами, соответственно, пользуемся им, правильно? Ну, конечно. Так, друзья, ну смотрите, автозвуком я занимаюсь уже с 16-го года. Это сколько? Это уже 6 лет. Вот, у меня были 4-ки, 15-ки, сейчас я купил себе иномарку. Вот, начал собирать мне автозвук. До этого были громкие фронты, теперь захотелось чего-то новенького. Сейчас я вам все расскажу. Поехали, давай про саму машину. Как тебе вообще тачка Kia Ceed? Блин, очень комфортно. До этого что было у тебя? У меня была 15-ка. 15-ка? Сейчас Kia. Да. Ништяк? Ну, конечно. До сих пор кайфуешь? Ну, так. Сколько на ней уже? Каждый день, ну, уже 3 года. 3 года и каждый день получаешь кайф. Я говорю, ребят, вот рекомендую тоже корейцев, я езжу на корейцы. Паша рекомендует, наверное, Toyota, да? Но вот, блин, корейцы, пушка, относительно цена-качество, да? За свои деньги вообще как бы машина... И запчасти недорогие. Неприхотливые, запчасти недорогие, надежные, удобные. Ну, что еще тут рассказ, да? Есть все-таки какие-то минусы по сравнению с 15-кой? Это была старая иномарка, я ее взял, думал, все окей. Пришлось от капиталить двигатель, поменять полностью подвеску. Вложил бабла. Да, то есть машина старая, и я не мог этого угадать. Я посмотрел, вроде нормально, поездил 2 месяца, получилось вот так. Ну, а после того, как капиталил, сильно выкладываешь? Вообще ничего, я уже год просто езжу. Год ездишь, даже масло не меняешь? Ну, масло меняю. А, блин, нифига себе, ты опасный, блин. Ну, что, окей, купил машину и постепенно начал собирать музло, правильно? Есть такое, да. Подкапотка ей, есть что показать? Там титанат, давай покажем. Конечно, там титанат, то есть у всех киосит там титанат, и как бы ты, типа, что там показать, да, блин? У меня даже, блин, еще нет титаната под капот. Титанат, дубляж, давайте, все. Конечно, давай. О, расскажи, что-то у тебя, подожди. Ну-ка, давай-ка вниз, 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 вниз. У тебя что вот это такое? Град, что ли? Это я, когда ехал в Анапу. А, нет, это сколы много. Я просто их все закрасил. А, то есть тут не надо в кузовщину, просто маркер берешь серебристый. Серебрянка называется, персянка, да? Так, окей. Давай начнем с геника. Штатный? Генератор штатный, да. Штатный генератор. Есть дубляж? Дубляж, смотри, плюс продублирован, минус у меня вот на кузов. Там точно так же. Минус там на кузов? Все с кузова. Смотри, смотри, вот твое личное мнение, зачем делать дубляж? Особенно на русских машинах, там вот такие тонюсенькие провода идут с генератора на аккумулятор. Там дубляж, ну, по-любому надо делать, даже если штатный. Я сделал в дальнейшем, чтобы поменять штатный генератор на более усиленный. Так, у меня штатные провода тут были, ну, по виду сечением где-то квадратов 20, то есть их бы хватило, но я сделал по-хорошему просто. Ну, то есть дубляж добавляет лучшего тока от генератора, именно как к аккумулятору? Ну, само собой, да, особенно на тазиках. Раз уже сделал, потом, грубо говоря, просто поменял генек и не паришься, правильно? Уже дубляж не делаешь. Ну, это как бы с запасом на будущее ты сделал, да? Окей, ты убрал отсюда кислотень, да? И поставил титон, да? Что у нас, 30-ка? Это 35-ка, да. 35-ка титонат стоит надежно, в принципе? Ну, нормально. Ну, так уже 4 месяца стоит. Сколько? 4 месяца стоит. Подзаряжал, не заряжал, ничего не делал? Ничего не делал, скоро буду снимать, смотреть балансировку. Ну, просто все банки проверить. Да, да, да. Ребята, балансировка, объясняю. Есть 6 банок, у каждой есть свой ток, да? Ну, напряжение. Напряжение свое, да. Соответственно, они все должны быть примерно одинаково напряжением, правильно? Чтобы, ну, так как это 6 банок, они должны равномерно заряжаться, равномерно отдавать ток, правильно? А балансировка нужна для того, чтобы понять, вдруг какая-то банка там, ну, слабенькая. Да, потому что они не идеально одинаковые по внутреннему сопротивлению. Поэтому стоит иногда смотреть. Вот, Дима этим займется как диагностика, как ТОН, так называемая. Что у тебя еще тут? В принципе, все провода подведены, питание машины подведено, колба с предом надежный заклик. Колба с предом есть, да. А это что, интересный провод такой? Тут 4 клаксона от Волги стоит. Так, то есть это ты, что ты хотел, чтобы, если кто-то на дороге бурагозит, ты ему это посигнаешь. Ну да, штатный вообще у меня не работал. В принципе, ребят, все примерно понятно. Если есть вопросы, пишите Диме, кто собирает сам, он вам примерно нюансы расскажет. Да, конечно, все сам делал. Все делал абсолютно сам? Долгое время ушло вот на это? Ну, по вечерам, в свободное время, по выходным, недельки-две. То есть две недели, но не торопясь и в кайф. Зато все... И тут еще хочется что-то доработать вот в этой части, кроме генератора? Ну, хочется здесь сделать покрасивее, хочется добавить генератор. Ну, багажники мы сейчас посмотрим, там сейчас вообще мрак. Но мы все сделаем, все будет круто. Да, ребят, это у нас начало именно видоса. Почему? Потому что мы стараемся показать именно себя, свои машины, чтобы вы понимали, что мы этим занимаемся. Сами-сами все делаем. И личного опыта у нас вот так. И мы вам его, конечно, передадим и расскажем, когда вы будете у нас что-то заказывать, покупать, консультироваться. Да, я вот, смотри, я вот это очень много времени потратил на это. Ну, больше двух недель, говорю же. Потом поездил месяц, понимая, что надо что-то добавлять, что-то экспериментировать. Сейчас в итоге, ну, время, можно сказать, потратил зря, потому что надо все там заново делать. Ну, зато смотрите, автозвук, это тема, которой вы можете заниматься, это не стоит вложений, это вот, ну, ваша ручная работа, ваше время, переделки. Всегда можно что-то улучшить, правильно? В этом прикольно, что всегда улучшить. Мне не хочется постоянно оставаться на одном, я хочу постоянно что-то добавлять, пробовать опытом, чтобы у меня был свой опыт, чтобы я делился опытом всеми клиентами так же. Ну да, то есть личный опыт, это не теория, ребят. Когда ты много книг прочитал, много видосов посмотрел, но если ты не попробовал, личного опыта, ну, нет. Есть такое, да. Давай, закрывай капот. Ну, давай дальше поехали, у тебя я смотрю уникальный аппарат, расскажи, пожалуйста, про магнитолу. Магнитолу у меня стоит 88-й Пионер, первой версии. Мою систему он не смог настроить, поэтому пришлось поставить процессор. Но по звуку лучше ауры прям, ну, мы подкидывали ауру сюда. В смысле, что сравниваешь? Пионер 88-й, это же легенда. Ну, это топовый, это как 99-й практически. Какие у тебя источники звука в него? Аукс диск, ну, я через аукс слушаю. Аукс, то есть у него есть аукс, ты через телефон слушаешь. Да, да. В проблеме самый любой источник, и плеер можно подключить. И есть диск, правильно? Если захотеть, можно послушать. Ребят, ну, это реально легендарный аппарат, Пионеры, да они всегда были в топ, в принципе. Он пятого года работает сколько сейчас? 2005. 17 лет уже. 17 лет, то есть, ну, это такие аппараты, которые не то что в сервис ремонт, их не надо никуда относить, они работают и работают. Если есть у вас желание, реально, ищите на авито, нежели покупать какой-то аппарат, там, за 5000 рублей, да? Ну, лучше, да. Чего современного. Лучше поискать, нормальный, купите, и вы поверите, получите больше удовольствия. Ну, единственное неудобство, это, конечно, Bluetooth. Но у меня есть второй телефон для музыки, так что нормально. А Bluetooth в чем-то? По Bluetooth? То, что нету его. Слушайте, да, блин, у меня был 99-й, там даже не было Bluetooth, он вообще-то не парит. Стоит вольтик вон там, да? Да, на усилитель. В общем, были у меня раньше громкие фронты. Как у тебя, Маш, помнишь? DST 20.3, DST 20.4. Ну, да, это... Низов не хватало, да, низов не хватало вообще. Я решил, так, вышли ST-шки от Russian Bass, я послушал на стенде. Это то, что мне надо, однозначно. Я их себе поставил, поставил такой драйвер, поставил рупор. Очень громко в салоне слушать на всю громкость реально было больно. Кстати, расскажи, ты же обшивки где-то выкупил у кого-то, увидел обшивки. Да, Миша в 19-м году делал нашему клиенту, и вот он продавал их. То есть наш клиент продавал, Дима, по очень хорошей цене, купил вот они. Ну, это реально как штат вообще, да, полностью. Вот, соответственно, 4.20 было. Дима сначала поставил стрит-линейку от Russian Bass. Ребят, это линейка стрит, сейчас я не знаю, она как бы будет выпускаться или нет, но это реально прикольные динамики, да, они такие громкие. Они и громкие, и низа. И громкие, и низа, это именно стрит, это уличная линейка. То есть и на улицу, и низа, там вообще все было. И номинала у них честного немного, да. Ну, 80, но у меня спартов гейн на 4 часа, там, клиповал, они жили. То есть и динамики надежные. Очень, очень. Дальше, здесь ST86, ребят, скоро придут эти рупора черные-белые, прям ждем-ждем, потому что классный рупор. Вообще, ну как-то T34 играет, только погромче, мне кажется, даже. И ты зачем вот эту придумку себе решил? Потому что так тут место здесь было, ты решил это? Нет, почему? Смотри, у стритов есть серединка, и я хотел, чтобы прям было максимально громко добавить высокие частоты. Слушать в салоне было нереально, очень громко. На улицу, ну, громче даймондов. Громче даймондов было. Вот, сейчас это у меня среднечастотное звено. Потому что сейчас я динамики поменял, были стриты, кстати, да, были стриты, но не совсем то, что я хотел. Очень громко, но не всю музыку играет. Я люблю слушать рок, но не совсем то, не то качество, какое я хотел бы. Вот, поэтому я себе поставил RAM 8, 4 пары также, поменял раскрыв, чтобы он пониже забирался. И в итоге у меня получилось так называемое трехполок. Слушай, это круто, это реально, ребят, поняли, да, о чем речь? То есть у Димы это низкоиграющее звено, один драйвер дополняет середину хорошенько. От 800 герц, вполне себе. Хорошенько, середину полностью, да, дополняет. И ST86 это высокочастотный, офигенно. Кто хочет реально хорошего панча низов, можно собрать. Это как один из примеров, правильно? Сейчас ты послушаешь, да. Это офигеть, а да, он прям говорит, сначала сказал, типа, послушаем. Единственное, вот здесь у тебя, да? Карты же делались под рупора Т34, да, то есть тут, ну, это смотри, эти карты, они для эксперимента. Сейчас я по ним сделаю, я тут буду фазики делать, что до вороты на рупора, драйвера, там уже все посмотрим. Как я полностью пойму, что я хочу, я сделаю офигенные карты уже. Я понял, то есть уже когда итоговую систему поймешь, что прям тебе нравится и что можно уже слушать. Да, я меняю каждую неделю систему. Ну вот, ну это круто, эксперимент. Вот смотрите, все здесь также в картах осталось, ребят, стеклоподъемники. У нас Михаил делает такие карты, поэтому к нам обращайтесь. Вот такого плана вам карты обойдутся в 32 тысячи рублей на данный момент. Но это просто под ключ полностью, со строчкой стеклоподъемников. Даже не такие, а уже, наверное, лучше, да, потому что... Но они лучше, Миша сейчас более опытный стал. И другие материалы. Стал делать, да, лучше. То есть вот цельнолитые карты, как вот ваши дверные обшивки. Так, в той двери так же, мафон мы посмотрели. Поехали, самое... Ух, самое-самое-самое. Смотрите, у Димы пассажиры так же гоняют, без проблем. Вот тут место, завались пятером, спокойно можно ездить. Ну, Леонид, да что ты говоришь-то, зря. Паш, вполне круто, еще и просто воткнул. Ну, была красота, сейчас пока так. Но это все временно, все сделаю. Стоят два дистрибьютора. Мы вот у Андрея смотрели в Калини. Так же, да, вот этот, видимо, пример такой неплохой, да, чтобы так делать. Это я сначала так сделал. Да? Ну вот, я говорю, один минус, один плюс. Дистрибьюторы стоят. Это у нас усилок идет на четыре пары рамов, кстати. Ребята, еще раз похвалим, да, эту Спарту. Спарта 500 на 2. 500 на 2, это пушка. Ну, это реально пушка. Он, конечно, небольшой, за счет этого греется, ну, больше, чем ФР. Но он ни разу из защиты не выходил. То есть, в плюс 30, вот, когда я ездил со стешками, валил на всю, он был реально кипяток ни одной защиты. Вот так вот. Ну, это усилок вообще огонь надежный очень. И 250 на 4 Спарта, и 300 на 2, это хиты вообще. Так, 150 на 4 мы с тобой сделали, чтобы и были драйвера и рупора, правильно? Чтобы четырехканальный. То есть, смотрите, ребята, в чем здесь смысл? Именно четырехканальный усилок, чтобы и нам и драйвер запитать, и рупор, и отдельные сделать на отдельные каналы, чтобы можно было настроить. Ну, сцену для сцены. Для сцены, да. Все, и в этот, недавно совсем, Дима, вот видос уже в группе ВКонтакте, смотрите, выйдет, поставил процессор, попробовать что-то такое. Да? Да. Ну, вот, расскажи, как без процессора и как с процессором? Да, без процессора, смотри, у меня на магнитоле три полосы, САП, СЧ и ВЧ, только САП, то есть она не распускается. Соответственно, я могу настроить только серединки и ВЧ, мидбасы мне подцепить некуда. Там только для САПа выход, все, больше нет. Как, в принципе, во всех магнитолах любых процессорных, любых абсолютно. Там две пары только на фронт, и полная полоса урезанная на САП. На 80-м можно распускать. Ну, на 80-м, на 99-м, а на всех стандартах Махванов так и есть. Да, да, да. Окей, и так, и процессор что тебе дал? Поканальное подключение, это в первую очередь сцена, во вторую очередь, ну, я не мог добиться звучания такого, как сейчас, через магнитолу. Не мог Вова никак настроить, я не мог никак настроить, приходилось всегда идти на компромисс. Тут сейчас все поканально, все настроено как надо, все временные задержки выставлены как надо, звучание отличное. Ну, сейчас настройка еще так себе, потому что я там все переделал, но это еще в будущем тоже сделается. Ребят, ну вот, смотрите, обязательно, я рекомендую вам, если вы систему собрали, да, то есть никогда вы усилителями и магнитолой не настроите прям полностью весь потенциал системы, никак, да? Динамики могут играть и так, и так, а у вас они играют вот как вы настроили. Можно, конечно, подходить там, усилки крутить, допустим. Это очень неудобно вообще. Это капец просто, да. Процессоры позволяют выбирать пресеты. Сколько в Мачете пресетов? Шесть. Шесть, так же. В принципе, сейчас в любых... Что такое, ребят, пресет? Это предустановленные настройки, допустим, рок, клубняк, классика, да, допустим, там... Инструментал. Инструментал, да, то есть и так далее. То есть вы можете настроить для себя вот погромче, допустим, да, когда мы делаем так, чтобы уровень громкости на рупора, на пищалке был максимально большой, правильно? На улицу, допустим, тема такая. В машине слушать так невозможно, пресет на улицу позволит нам это сделать. Вы выбираете просто в приложении, правильно? У меня пульт. Ну, пульт, у тебя пульт есть, да. А вообще как бы или пульт, или приложение. В Морбите приложение гораздо удобнее. Просто раз зашел и выбрал. Он по блютузу соединяется, интернет даже в этом случае не нужен. Поэтому обязательно пробуйте просто. Ну что, давайте мы послушаем эту пушечку. В принципе, здесь у нас пока потенциал, самое звено еще, как сказать, еще ты по фронту не определился, правильно? Поэтому это у нас часть 1 Диминой машины. Ребят, все приезжайте, слушайте к нам в магазин. Дима в Челябинске в магазине, вот. Поэтому с области приезжайте. Даже если вы у нас на сайте заказываете у него, попросите, он вам включит видосик с ним. Да, конечно. Я так и делаю, да, друзья? Пригоняйте лично ко мне в магазин в Челябинске. Я всегда найду вам время, послушаем мой фронт. Я говорю, скорее всего, такого вы еще не слышали. И уже сделаем выбор, чего хотите вы. Уже два раза, уже это, как сказать, пойдем слушать, включай. Что, как будем слушать сначала? На улицу или в машине? Пресет на машину у меня, но на улицу, в принципе, можно. Давай на улицу послушаем, а потом в машине послушаем. Ребят, в чем еще интерес? Вот сейчас систем, которые называются SQL, да, то есть сейчас все об этом говорят, да, потому что надоело. Ну, SQL, да, ты в тачке один слушаешь, кому-то можешь включить. А SQL это всем. Это вот реально, покайфовать, потусоваться, и при этом в машине будет круто. Это вот такая тема, и должно быть, в принципе, чисто. Почему у Димы, вот, он сделал драйвер, чтобы всю полосу, потому что, если у нас стоят динамики и пищалки, сложно очень середину достойную получить. Будет, как бы, где-то провал. Почему я не увидел ее раньше, но он слепил меня. Что там вообще, ребята, пофигенно. Огонь, огонь. Реально, как эстрадный сап. Дима говорит, от 40 порезаны, как мой сап играет. Вот мы, мою машину, когда включаем, сап наружу, в принципе, тот же эффект. Очень круто. Пойдем в тачке слушать тогда. Смотрите, мы с Димой в машине, он просил показать крупным планом, это Паша еще вам покажет, но вот как драйвера. Пока так, ну, блин, честно скажу, меня вот не смущает, потому что все остальное выглядит хорошо, понимаешь? Когда, допустим, все стрёмно, да, и как бы, ну, это уже, типа, а вот сейчас смотришь, все классно, тут, ну, небольшой шум. Ну, тут проставка будет, а потом другие карты. Вольтик, динамик стоит у нас, в принципе, одна секция, у тебя с этой секции идет, получается, все в багажник, два усилителя. Кстати, ауденово, как тебе по звуку 150 на 4? Я же сравнил их даже дома, помнишь? Да. Лучше запка, но запка дороже на вообще другие. То есть, ауденово за свои деньги это мега? А так, да. Вова настраивал, говорит, звук хороший, то есть на ВЧ именно АБ-класс, ауденово, пусть и дешевый, это АБ-класс, он в целом весь более-менее хороший. Ну, если это не мистери какой-нибудь. Ну, вот, то есть, да, тут надо выбирать, я, кстати, видосик тоже планирую снять, именно происки-усилитель рассказать, примерно, что и как. Такая тема, знаешь, сложная. Вот, смотрите, как этот топчик выглядит. Блин, сколько, 17 лет магнитуль, да? Кинь это вообще, это офигеть. Смотри, моментик. Так. Нет наводок. Вообще. Это проц. Вообще. Это проц. После проц, да. Ребят, вот, смотрите, что еще процессор. Просто тишина, а? А, да, больно? Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, шипение. А сейчас нету. Ну, вот, видите, какой кайф это, представляете, как офигенно, но наводок вообще нет. Что, давай, врубай. А, то есть, получается, он оттуда идет, и звук ты отсюда можешь прибавлять. Ну, отсюда либо вот. Это пульт, да? Так бывает, но только не с нами. Блин, слушайте, я не знаю, ты реально так сказал, это же охренеть, как играет. Это неплохо, да? Это круто. Слушай, я уже сейчас слушаю, я понимаю, что тебе играет охрененно, как у меня. Надо стоим фантом строить. Не, реально играет охрененно. То есть, есть такое, что когда ты слушаешь, и вот тебе хочется убавить, ну, то есть, неприятный звук, он да, громкий, ты такой, хочешь себя убедить, да, вроде бы громко, но неприятно. Здесь просто офигенно. Что там, пресет? Пресет подрок. Смотрите, ребят, здесь Дима сейчас пресет подрок выбирает, вот он, третий пресет. То есть, это специальная настройка подрок. Погнали? Пресет подрок выбирает, вот он, третий пресет. Ощущение, что они сейчас выйдут из строя, наверное. Ну, ушам нормально. Классно, ушам вообще классно. Я для этого и собирал. Паш, потом послушай, не поленись. Вот просто ради интереса, как у меня реально играет. Офигенно, чисто, красиво прям. Ребята, что давайте, пригоняйте к нам в гости, в автокасту. В интернете мы отправляем по всей России, да? Конечно. Причем делаем это с плюшками, с приколюшками. То есть, мы там вкладываем подарки, доставка у нас от 15 бесплатно. Вы вливайтесь в команду автокаста, покупайте у нас в магазинах, да? Да. Все, ждем вас в гости, давайте уральскую пятерочку. Друзья. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok